всем привет с вами Иван Никитин и в этом видео разберем один из проектов из чего же он состоит такой несложный маленький проектик здесь вокруг деревья из прокси вот такая вот архитектура рассмотрим на виде из камер было понятно смотрим вот например первая камера здесь видим включу отображение ребер чтобы лучше видно прокси на заднем плане у нас деревья они сделаны из прокси там всего по-моему три вида дерева одинаковых и просто накопированы с использованием инстанц копий чтобы не так загружала системы далее здесь коробка архитектуры нашей она состоит из нескольких частей это сделано с помощью выдавливание сплайна и потом вырезание нужной части то есть было три уровня выдавливания во первой второй его 3 потом были разрезаны здесь полигоны нужных местах и с помощью инструмента bridge 2 прорублена вот этот большой проем далее вот этот как бы подоконник проект он там идет тоже выдавлен просто и спайна он общий вместе с общей крыши то есть это все на одном уровне находится вот такая просто деталь так там выглядит здесь просто нарисован спайн внутри еще по два и сделано выдавливание потом везде сняты фаски паски обратите внимание везде здесь на углах фаска снята что-то около 7 миллиметров здесь отдельная крышка это просто тоже спайн выдавленный можно было сделать из бокса не суть важно здесь тоже самое отдельная крышка и здесь вот так как нет вот этого подоконника здесь просто достроен выдавливанием только вот в этой части сюда ты части на повыше чем то основная вот этот уголочек видно здесь то же самое было все сделано выдавливанием потом прорезаны окна подставлены отдельно вот эти подоконники и собственно говоря все сейчас вот если взять основную коробку здания перейти в режим изолированный то вот как она выглядит тоже был обычный сплайн просто начерчим план стен здесь очень немного задняя стенка и боковые и по сути вот эта перегородка одна еще и потом еще скопирована этот перегородочка почему-то не до конца и было все выдавали на потом прорезаны также окна то есть разделены выделены были вот та часть выделяется которая в которой нужно сделать разрез например здесь хотим сделать еще одну дверь просто вырезаем эти полигоны там где будет дверь и на виде сверху делаем разрез либо это квик слайс просто более-менее прямой либо если мы хотим больше точности этого слайс поим только нужно ее тоже расположить так чтобы вот все ровно обычно она изначально ровно и сейчас не знаю почему так вот и потом вот эту часть мы уделяем и жмем бричку вот у нас второй проем нижний полигон можно удалить все то же самое сейчас это не есть и вот то же самое с окнами все это было прорезано училась такая конструкция затем потом были вставлены окна двери окна как видите здесь панорамное остекление можно так сказать очень много их секций примерно по два метра они шириной то есть каждая секция на 6 метров и каждое окно получается по два метра здесь раздвижные они эти двери раздвижная дверь по проекту она пошире чуть-чуть чем нас на остальные грамм поэтому сделано побольше ну из чего состоит эти окна давайте тоже посмотрим эта группа если мы ее откроем то увидим здесь у нас обычный сплайн потом выдавленный то есть вот как он выглядит вот обычный профиль нарисована была прямоугольная часть и потом сделан outline свойствах уделяем здесь outline у нас появляется еще один достроен дальше был экструд вот что получилось и дальше идет поле было сделано вот эти вот фаски сняты здесь стекло дошли просто из обычного бокса и собственно все потом из этой же рамы было сделано все остальное то есть тут уже просто подгоняем по размерам была сделана одна вот эта рама потом скопирована а вот эти части вот эти рамы они были изменены просто сделаны пошире по массиве то же самое со стеклами вот здесь все это тоже самое та же самая рама просто она одна сделано тоньше и соответственно есть насколько я помню и здесь тоже внутри вот этот ряд окон верхний здесь сделано немножко по-другому тут просто стойки вот стекло вот эти стойки одна стойка потом было тоже из той же самая рамы просто отрезаны вверх и вниз взят один вот такой столбик вот он как выглядит здесь сверху тоже закрыли что получился бокс такой и прям вот в режиме выделение элементов все было просто скопировано несколько раз чтобы это был один объект и поверх вот этих столбиков уже наложены стекла потому что в проекте именно так это выглядит то есть стекло наружу не просто прилеплено к этим столбикам а здесь какие-то жалюзи то есть просто элементарные две боковины чем же они снаружи на как они открываются но не суть важно главное что это сделано именно так как должно быть здесь просто боксы тоже все элементарно абсолютно если мы выделим сейчас все их кроме боковинок вот этих выберем режим вращения и отдельно для каждого бокса то можно так сейчас то есть вот можно будет вращать каждый боксик отдельно тем самым регулировать как батка открытие этих людей если нам нужно это если вы увидели что например жалюзи очень плотные что не видно что это жалюзи даже бывает такое можно их чуть-чуть приоткрыть чтобы в расстоянии между ними было побольше и тогда будет заметно более читаем этот объект то же самое скопировано с левой стороны то есть вот эти две части это копии абсолютные абсолютно одинаковые сделаны сначала одна коробка вот это потом скопирована зеркальная копия с инстансом вторая коробка все абсолютно одинаково дальше что тут у нас еще есть внутри на втором этаже мебель не поставлено но это тоже нужно бы сделать самом деле потому что на рендерах видно что там пусто нужно либо ракурс выбирать чтобы в дневных видах и в ночных особенно не было видно что там пустота либо все-таки поставить какую-то мебель хотя бы возле окон чтобы что-то там было и на нижнем этаже здесь мини офис в этой стороне что-то рабочее место подобие здесь от гостиная как камень телевизор то есть первые попавшиеся модели которые были тут тут еще одно окно кстати почему-то там материал и назначен и здесь вот картина тоже даже не затекстурированы потому что и это не видно было столики барная стойка тут какая-то готовая кухня тоже была вставлена то есть чтобы просто для вида было что-нибудь это не интерьер это экстерьер и поэтому сильно проработки там нужно так ну здесь заборчик матовая стеклянная дверь забор с окантовкой цветы причем вот обратите внимание такие детали они добавляют натуральности что вот эта окантовочка и делать буквально одну-две минуты но просто бетонный забор смотрится гораздо хуже чем такой вот взятый деревянную рамочку тут какой-то велосипед здесь деревянные доски в качестве туара и здесь тоже самое используется для такого вот такого дорожки вдоль бассейна деревянные матовые деревяшки причем видно что они искривлены сейчас я тоже про это расскажу если бы мы сделали просто прямые их было бы не так естественно здесь они искусственно искривлены поскольку на референсах на образцах было именно так была взята одна деревяшечка сейчас я тоже и раз группируем вот что тут у нас было вот обычный бокс переведен вот этой был поле потом был назначен модификатор но из сейчас все выключим вот так было бы если бы не было таких всех эффектов просто обычный прямой пол если мы добавляем но и 100 у нас деревяшки становится немножко кривыми вот они искривляются если мы добавим еще изгиб то есть изгиб вот по этой плоскости по длине всем как бы вогнутый получается немножечко то становится еще более эффектно и обратите внимание что вот здесь с этой стороны деревяшки в некоторых местах выходят из вот этой вот боковой части закрывающей боковая часть это тоже искривлена ну и сами посмотрите тут достаточное количество полигонов по длине их немного но вот штук примерно 10-15 есть и вот эти вот неровности все изгибы они дают неправильность формы и это смотрится гораздо более реалистично нежели было бы все прямое ровно можно еще заморочиться и сделать как бы отдельную деревяшку отдельный деревяшки немножечко выше либо не выделить несколько штук хаотично и поднять или опустить это тоже неровные стыки вот эти все они добавляют реализм когда вы смотрите на трендер если там все идеально ровно и гладко то видно что это либо очень хорошо поставленная фотография обработанная потом подобран такие ракурсы чтобы не было вообще чем прибираться либо это визуализации чтобы было меньше похоже на визуализацию все-таки к этому так или иначе стремятся многие нужно добавлять таких вот неправильности формы и не идеальности этот же самый пол был скопирован как тротуар вот в эту часть чтобы было не земля просто какой-то тротуарчик дальше идем здесь стол был сделан с нуля это особо делать то ничего это бокс 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 здесь тоже бокс по периметру с хромовым материал применен здесь тоже бокс здесь нет и фаски столешница тонкая ноги пошире здесь стулья были взяты готовые но смотрите сами тут тоже особо делать нечем можно взять сплайном вот это все вырисовать если только придется в объеме подгонять очень долго чтобы получилась правильная такая форма проще взять готовой ну и вот эти вот штуки тоже здесь ничего сложного нет рисуется сплайн выдавливается то есть рисуется сплайн по профилю вот по этому профилю овал такой получится длинный он выдавливается и добавляется ему там пара миллиметров толщины какая-то ткань натянутая на каркас применим материал что-то наподобие ткани но на самом деле материал был использован для имитации металла на крыше но здесь он текстура вполне подошла были изменены некоторые свойства и получилось наподобие кожи на дальних планах вообще не незаметно что это такое дальше вот эти деревяшки вот эти вот блоки бетонные судя по всему это просто это просто сплайны вот так он выглядит был нарисован один сплайн по размерам вот размеры 700 на 2000 и с привязкой либо массивом раскопировано несколько раз потом был применен на всю группу сгруппированы то есть скопирована instance зависимые копии сгруппированы и применен на все один модификатор был был параметры значит у нас высота выдавливания 120 outline 0 то есть мы просто выдавливаем первый уровень второй уровень мы делаем фаску минус 3 миллиметра на 3 миллиметра все это видно 3 миллиметра высота вот она подъем сам фаски и сама фасочка мы ее можем регулировать прелесть такого метода в том что вы всегда можете изменить модель все нарисовали несколько линий и потом выдавливать очень удобно таким способом моделировать клитку вот всяческие такие блоки все что имеет подобной форме и мы можем задавать шов если мы сделали один раз все скопировали по нам потом чтобы изменить расстояние между этими боксами нужно было бы заново копировать их в этом случае с было вам мы этого не делаем здесь все элементарно просто мы можем задавать с помощью параметра start outline можем задавать размер сужения вот это вот нашего профиля мы можем сделать огромные швы сохранится либо мы можем сделать их совсем маленькими можно сделать вообще стык стык что и будет почти не то есть вариантов масса как хотите делайте посмотрели отрендерили первую картинку видно что швов незаметно совсем сделали побольше сделать два миллиметра та же самая история вот здесь то же самое было только другие размеры и тоже копия по перемену здесь а здесь обычный бокс так ну вот это часть давайте с водой разберемся вода у нас это обычный бокс причем смотрите полигонов много только с верхней стороны с верхней части вот какая сетка плотная это сделано для того чтобы добавить волк если присмотреться они здесь видны давайте назначить серый материал сейчас вот такая небольшая ряд есть этого достаточно более чем чтобы сделать бассейн даже уличный то есть а если вы делаете бассейн в помещении то лучше вообще оставлять гладкой либо делать какие-то совсем минимальные волны еще меньше чем вот здесь просто для эффектности не нужно делать бурлящую там воду у нас не горная река у нас просто бассейн то есть это обычный бокс как я уже сказал он у нас заходит по размерам за стенки бассейна то есть вот у нас стенки здесь немножечко заходит внутрь внутрь стен зачем это делать я уже объяснил и как сделать вот эту поле плотную сетку а все остальное оставить мы перевели бокс в editable поле и потом выбран был один полигон вот этот например и здесь варианта два либо мы выбираем у него боковые вот эти вот ребра я вот это и вот это и жмем connect с параметром здесь выбираем количество разбиений например 24 25 и жмем connect то есть вот они разделяются если мы выбрали еще то ребра то был бы нормально до конца и здесь задаем тоже нужное количество ребер для разреза что получилось плотная сетка достаточно плотно для применения модификатора нос и потом делаем здесь я думаю проблем не должно быть все здесь просто так ладно эти действия уже отменить не буду их много я пока просто удалю этот бокс и все дальше вот эта часть бассейна здесь тоже все элементарно сделано как подложка вместе с полом такая вот часть толщиной тоже плоскость из нее выдавлен вниз бассейн и потом добавлена толщина все очень просто здесь три на три части разделено потому что изначально планировал сделать менее глубокую и более глубокую зону потом в итоге решили сделать единым здесь какая-то вот тупенька для того чтобы погружаться буду я так понимаю можно сделать две три вот эта часть эти вот фонарики они в воде поэтому супер детализации здесь не нужно все равно подробно их видно не будут сэкономить время сделаны они очень просто из двух обычных примитивов буквально за минуту эта сфера сплющенная масштабом примененный материал матового белого стекла чтобы не просвечивала стену и вторая часть это обычный торус то есть кольцо тоже сплющенное здесь материал chrome помещено это все в группу скопировано снова помещенную группу и сдублировано на другую сторону тут все элементарно дальше вот эта часть у нас земля не закрытая травой здесь обычная плоскость даже не бокс а плоскость если не память не изменяете да обычная плоскость и на нее наложен модификатор noise и модификатор берет дисплейсмент мод с текстуре вот этой дисплейсмент мод мы будем говорить позже еще в целом это дает очень правильную геометрию именно выдавленную из модели на рендере она дает правильный рельеф с тенями со всеми свойствами выглядит как натуральный объект но на самом деле это плоскость если чего моделить каждый камушек минут если у вас хорошая карта выдавливания здесь в данном случае не очень хорошая но достаточно так она примерно выглядит только она черно-белая видно где камушки этого достаточно здесь ну и но есть для такого небольшого искривления чтобы она не была идеально плоско значит тоже материал земли и все дальше вот этот ландшафт был сделан из обычной плоскости тоже и применен модификатор ffd бокс просто подняты хаотично эти бугры все и применен материал травы просто обычная текстура без всяких там 3d моделей дальше здесь у нас рассажены кустики местами они здесь кустик нет пусть есть вот здесь это с помощью модискатора был сделан один куст вернее даже взят из библиотек готовый вот такой же только здесь вот они не в прокси а там он в прокси подобный куст поменьше переведем в прокси и вот на эту часть на насажены эти растения там их порядка 50 по моему кустика все а тарвана были на ближнем плане у нас вот на этой плоскости вокруг участка эту часть хорошо видно поэтому здесь трава используется как 3d модель тоже с помощью мультискатора вот мультискатор 2 травинки у нас вернее даже одна один пучок травы и вставлены еще какие-то колоски чтобы было будет более красивым ну собственно и все мы весь проект разобрали дальше здесь материалы свет все просто и камеры камеры тоже будем с вами разбирать на этом все пробуйте работайте желаем успехов